господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 599 события дня евангелия тяна 2031 сие же написано дабы вы уверовали что иисус есть христос сын божий и веруя имели жизни во имя его за 3 августа 2017 года события какие местного характера севастинов вызванил все-таки серебрихи привезли две машины щебенки мелкой а надо крупной крупной вообще нету так вот получилось за каждую машину камаз пришел заплатил по 18 тысяч она до 4 и больше у них нету дорогу закрыл и разровнять вызывать грейдер не будешь на половину работы от нас не зависит это вот одна напишет мне и он или она вопросы закидывает просто ходит церковь а хочет сменить пол так и не пойму кто он мужчина или женщина надо быть другой его писал место писания показал что это означает о том господь это мне на ум не приходило то что вы делаете она еще больше он или она прямо беснуется я хочу вы мне говорите втирайте ну изобразие поехал вчера проверить первый второй мостик и дополнительную работу надо делать оказалось там я знал это но не обратил внимание так когда-то был прорыв этой плотины в другом месте это место надо заблокировать она выступает резко его заметно и там может быть прорыв то сегодня нужно готовиться идти в лес пилить сваи на сваи шкурить обрабатывать ввозить сеном то есть дополнительная работа проехал везде посмотрел на первом мостике так как и задумано вода еще проезд есть роя где шлюз устроен мертвый как это будет выглядеть вот тут территория ощущали осенью уникиты засоренная травами растут выше роста человеческого крапива конопля все это убирали день так и идет братья береза обрабатывали береза была старая и буря ее надорвала корни повалила батюшки испилила она наполовину внутри трухлявая это событие для нас как трудно расколоть и они колонами колят вчера кололи для нас это событие что никто не попал во время когда она падала никто не погиб бог миловал а вечером батюшка пришел меня посетил здесь написали заявление заявление можно даже прочитать было бог я вот сейчас постараюсь вы выловить он давал мне в песенном видео я говорю не надо она у меня выкли в электронных или на барабаш прислала вот так выйти значит что на почту сейчас мы посмотрим а почта в архив вот елена барабаш вот файлы проверенная нажимаем и считаю я правда откопировал уже прошение министру образования и науки жидких а а уважаемый александр анатольевич к вам обращаются жители небольшого поселка потеряевка мамонтовского района наш поселок начал возрождаться в 1991 году на месте полностью разрушившиеся деревни 23 марта 1992 года постановление районного совета депутатов номер 47 получен статус поселка сейчас уже насчитывается более 20 дворов которых проживает семьи с детьми все жители православные христиане не пьют не курят своими руками построили храм школу собственными силами восстанавливаем пруды вокруг поселка разводим рыбу строим дороги внутри села от государства помощи никакой ни разу не было ближайшее село село корчино находится в 12 километрах до него мы можем добраться только летом так как зимой весной и осенью проселочную дорогу заметает снегом или размывает дождями в это бездорожье мы можем связаться только с городом барнаулом по железной дороге железнодорожная станция находится в четырех километрах от поселка с большим трудом 1997 году у нас была открыта начальная школа постановление районного совета депутатов номер 36 от 18 июня 1997 года филиал МКОУ Корчинская СОЭШ имени героя Советского Союза И.М. Ладушкина в 2003 году получено разрешение на обучение детей в поселке Потеряевка с 1 по 9 класс за 20 лет существования школы у нас было 6 выпусков 9 классов из 17 выпускников 8 получили аттестаты с отличием 5 окончили основную и среднюю школу на 4 и 5 после 9 класса наши дети обучаются в 10-11 классах города Барнаула а затем поступают в высшее учебное заведение на бюджетной основе на сегодняшний день среди наших выпускников уже есть два врача инженер-строитель агроном электрик стюардесс учитель английского языка техник менеджер монтер пути трое детей еще продолжают обучение в вузах и трое выпускников нынешнего года все получили красные аттестаты будут обучаться 10 классах города Барнаула ребята ежегодно участвуют в дистанционных олимпиадах по различным предметам и занимают призовые места 2016-17 учебных годах два ученика заняли первое и второе место во ФСОЖ на муниципальном этапе по математике среди девятых классов в школе преподают не три учителя с высшим образованием учитель начальных классов математик физик двое имеют первую квалификационную категорию один высшую наши педагоги награждены грамотами комитета администрации Мамотского района по образованию и один по счетной грамотой главного управления образования молодежной политики а также благодарностями от деревенской общины поселка потеряевка наши учителя участники различных дистанционных конкурсов профессионального мастерства среди них есть победитель окружного конкурса учитель года лауреат районного конкурса учитель года 2016 лауреат краевого конкурса ИКТО 2016 участник конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения и в рамках реализации ПНПО лауреат районного конкурса на лучший образовательный сайт победителя окружного конкурса в ГОСТ в действии победитель марапона профессиональной компетентности педагога в мой урок такие подробности мы описываем для того чтобы вы могли яснее представить картину нашей жизни и серьезность нашего прошения дело в том что в 2017-18 учебных годах в школу пойдет только три ученика два в четвертый класс один в восьмой в связи с этим администрация района предлагает нам начальные классы привести на семейное обучение а средний на дистанционное обучение фактически нам предлагают закрыть школу у нас подрастает молодое поколение где оно будет продолжать свое обучение родители этих детей не согласны на СО а дистанционное обучение невозможно из-за удаленности поселка и слабого интернета мы не хотим чтобы закрывали школу наши дети имеют право получить образование там где они живут если не будет школа не будет и поселка не дайте умереть молодому селу ну там что-то подписи будут ну что она просила что-то добавить я ничего не добавил просто ну сказать на каких основах строится поселение старинных благочестивых христианских православных обычаях вот тут забыл показать чтобы указали что по мамонтовской района алтайского края вот это вот еще нужно ну православные жители указали и что от города находится на 150 километров ну вот это вот я думаю что только показать и все это тоже событие потом письмо пришло батюшке от священника Сергея Квисуна он преподаватель семинарии о том что литургия совершается причастие на квасном правильно на квасном а не на пресноках и доказательства доказательства фактически никакие потому что дни опресноков это дни пасхи была пасха и были дни опресноков на пресном господь совершал на пресном а если бы не на пресном то согласно заповеди он был бы убит его бы истребиться душа а тут доказывать еще не надо переводы какие-то искать и проще это вот тоже событие но днем детям с детьми ходили два раза по малину в разных местах интересно позвонил ко мне Батугин Михаил с Тимошей разрешение спрашивать приехать в гости разрешил приезжайте он пожаловался что городу наполовину срезали он где-то подравнивала она ему так сделала ну что-то смешное такое да зачем я подравнивать то за одним грехом там другое Курио бросить не может но такое вот но здесь не до этого будет вот это и показать наши можно показать наши ресурсы наши ресурсы что у нас есть это ну в первую очередь мой мир мой мир это мой mail.ru очень мне нравится эта система тут легко общаться вот как я в шапке тут заходите мой мир мой мир Игнатий один лапин вот дальше есть форум большой 1600 тем очень богатый ну и видеоканал вот православный видеоканал открытым оком во свете Библии это интересно уже 20-30 минуты может быть обновлю сейчас показать Иоанн Златоуст нет просмотров поревнуем о вечных благах такая тема освещение плодов тут же 13 а здесь ни одного 13 ну мало того тут есть курсы по обучению собак их хозяев 23 а Златоуста ни одного но состояние людей а ведь у нас посещаемость все таки есть 7 миллионов 79 тысяч просмотров 607 и 7 тысяч 418 подписчиков ну и большой православный библейский сайт вот как он выглядит тут много 50 книг аудио и вопросы и ответы ну из вопросов и ответов я беру по одному внутренний мир человека это папка 55 папок вопрос 681 Лука 1134 светильник тело есть око итак если око твое будет чисто то и все тело твое будет светло а если оно будет худо то и тело твое будет темно что такое око ответ око есть разум если разум наш просветлен духом святым и имеет от него помазание то все наши рассуждения будут здравыми согласно со словом божьим выводы и заключения спасительными псалом 12 24 призри услышь меня господи боже мой просвети очи мои да не уснуя сном смертным на все нужно смотреть открытым оком здраво без пристрастного без предвзятостей когда поговоришь с людьми посещающими православные храмы отстаивающие многочасовые моления то думаешь где же они были где жили слушая суждения этих пенсионеров ума голосующих за коммунистов один из собеседников сказал или этих людей бог никогда не избирал они от нечего делать здесь толкутся по привычке или набрал одних дураков ни в божественном ни в житейском ни в политических вопросах они ничего не смыслят тьма не прорубная египетская темная масса а слепых так и говорят темный человек от этой духовной слепоты нужна божественная масть дирающая бельмо с ума откровение 3.18 советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебя обогатить и белую белую одежду чтобы одессе и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои чтобы видеть вопрос 723 второй том открытым оком это я за кафедры в университете мне вопрос задают вы говорите что почти всегда блуд является причиной бородобрития как объяснить тогда бритье бороды у католических священников при их целебате безбрачия ответ сегодня известно что сделали с этим целебатом какое страшное мужеложество развитую священников и монахов чтобы замять эти скандалы в судах им как пишут газеты уже пришлось выложить более двух миллиардов долларов 1 коринфянам 7-9 но если не могут воздержаться пусть вступают в брак ибо лучше вступать в брак нежели разжигаться бородобритие называется блудодейной ересью мне приходилось выслушать относительно своей бороды очень много упреков и поношения вот основные и все об одном как только баба тебя до себя допускает или побрейся ты лет на двадцать будешь моложе с тобой еще девчонки будут ухлестывать и все в таком же роде все это безумие по стихии мира а не по христу вопрос 835 2 том открытым оком говорят что у человека кроме души и тела есть еще и дух так ли это ответ в библии есть места которые дают повод так думать варух 3-1 господи вседержителю божией израиля стесненная душа унылый дух взывает к тебе 3 езер 5-22 но душа моя прияла дух разумения и я снова начал говорить перед всевышним 3 езер 6-37 ибо дух мой воспламенялся сильно и душа моя томилась премудрость соломона 15-11 ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни премудрость соломона 16-14 человек по злобе своей убивает но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать себе взятые души серахов 9-11 чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель 1 царство 1-15 и отвечала она и сказала нет господин мой я жена скорбящая духом вина я секер я не пила но я изливаю душу мою перед господом ио 7-11 не буду же я удерживать уст моих буду говорить стеснение духа моего буду жаловаться в горести души моей ио 12-10 в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти иксиаста 6-9 лучше видеть глазами нежели бродить душою и это так же суета и томление духа душой моей я стремился к тебе ночью и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра ибо когда суды твои совершаются на земле тогда живущие в мире научаются правде Диане Даниила 3-86 благословите духи и души праведных Господа пойте и превозносите его вовеки 1 Фессон 5-23 Сам же Бог мира да светит вас во сей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа Евреям 4-12 Ибо Слово Божие живо и действенно и острее меща всякого меща бою до острова Оно проникает до разделения души и духа составов мозгов и судит на помышления и намерения сердечные Много на эту тему туманного и запутанного написал архиепископ Лука Война Ясеневский Мне приходилось не раз беседовать со сторонниками его теории трех составностей человека священниками епископами монахами в течение одного часа через наводящие вопросы все до единого согласились что человек состоит только из двух частей дуалистичен у него есть видимое тело и невидимая душа которая иногда называется духом что есть одно и то же когда же встречаются в одном стихе слова душа и дух то это означает что у бессмертной души есть настрой скорбный дух радостный дух когда человек умирает то его душа или дух совершенно отдельная субстанция идет к Богу и боли нигде ничего нет никакая третья часть ни в какое иное место не определяется все это выдумки так именно и понимал Иоанн Златоуз некоторые пустынники действительно понимали что человек трех составен по образу Божию но они приходили к полной нестыковке в рассуждении не могли объяснить когда и откуда взялась третья часть и куда она уходит и различна ли участь третьей части от души Игнатий Брянщининов определял дух как совокупность сердечных побуждений ну вот такой ответ был дан на этом на сегодня все ну вот вот